Сгодно с планами Урада, значна увага, у этой пятигодцы будет нададено развитие регионов. Мазырский район в этом плане может быть прикладом для других. Сегодня тут подводили выники минулого года, узнагарошивали передовиков и сказали о планах на ближайшую перспективу. Житем района, поцекавились наши корреспонденты. Сегодня Мазырский район можно без перебольшивания назвать ориентиром. В селеком случае, без поспеховой работы этого региона, пока шики Гомельшины были б больше степлыми. Доля в объеме промысловой вытворчасти в области – 36%. В объеме вытворчасти сельскохосподаршей продукции – 7%. В минулом году тут выканали ажмат, учим и перевыканали усе доведенные задания. Як выник, среднемесячная зарплата наблизилась до 1300 рублей. Международное признание отрымала продукция таких предприемств, як Мазырсоль, Беларуськабель, Мазырские молочные продукты, нафтоперепрацовучий завод. Минавито на этом предприемстве у пятигодцы будут реализованы два из четырех буйных инвестпроектов, включающих будовництво комплекса гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. За навыковой назвой машины свистяты передовые сусветные позиции по глубине перепроцовки нафты, при одночасовом повеличении объема вытворчасти. Коли оценивать ситуацию у целым, то можно констатовать – в районе ведают, что делать и как досягнуть жадаемого. Учитывая то, что Мазырский район входит в число десяти городов, которые на ускоренном развитии находятся, поэтому мы будем развивать все отрасли, начиная от промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, ну и, конечно, нашу торговлю для того, чтобы жизнь была достойной наших граждан, которые проживают на территории Мазырского района. Ну а если будут работать все отрасли, то, конечно, будет развиваться и социальная сфера. Основную ставку делаем, конечно, на увеличение объема производства выпускаемой продукции, которая сегодня у нас по промышленности востребована как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Более 68% произведенной продукции в промышленном секторе у нас уходит на экспорт. Серед приоритету ГТГ года – обудовательство жилья и развитие медицины. Пандемия коронавируса еще раз подтвердила необходимость повышенной уваги до ГТСферы. Почас встречи с коллективом Мазырской городской больницы старшиня Абовиканка Магина Целовей, каже Минавита Абгетим. С вот этим ковидной ситуацией, которая сложилась у нас, которая не только в нашей стране, не в нашей области, только и в других государствах, она, конечно, требует дополнительных вложений, капитальных и денежных средств, которые мы сегодня акцентируем внимание на выделение, и не ставим задачу по экономии. Я вам скажу, за прошлый год мы 108 миллионов рублей только дополнительно выделили на систему здравоохранения. И не говорю на те направления, которые мы сегодня развиваем. Наведывание медицинской установы связано с приемной подеей. У Мазырской городской больницы открывается новый кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Гэтый проект реализованный за кошт займу Международного банка реконструкции и развития. У метах боротьбы с коронавирусом. В уголе компьютерный томограф тут есть, але устанавливали его еще в 2007 году. Сгодный с концепцией створения центра у коллективного корыстания на базе этой установы, функционирует межрайонный кардиологичный центр, что дало махчимость повысить доступность специализованной медицинской допомоги. Новый томограф дозволить оказывать послуги на еще больше высоким узровни, при чем не только пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями. Регион получает высокотехнологическое оборудование, которое позволит на более высоком уровне обследовать больных в кратчайший срок и различные заболевания на более ранних стадиях, что в дальнейшем позволит более качественно проводить лечение. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Мазера.